Итак, сегодня прошла жеребьевка стыковых матчей за право участвовать на чемпионате мира. И сборная России узнала своего ближайшего соперника, национальную команду Польши. И вот на фоне этого мне, конечно, стало интересно, а что там пишут поляки касательно данной жеребьевки. Как они относятся к сборной России, опасаются ли они нас, и что они там пишут у себя в Польше. Давайте разберемся. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 2021Калуцкий, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Павель Джовски написал. Черт возьми, как же нам повезло, получили русских вместо Италии и Португалии. Мне кажется, Ливандовский получит еще один шанс поиграть на чемпионате мира. Ну, кстати, для Роберта это, возможно, последний шанс показать что-то на Мундиале, потому что на следующий чемпионат мира он вряд ли поедет, будет ему уже 37 лет. Хотя, посмотрим. Но в любом случае хочется верить, что Ливандовский не попадет на Мундиаль, а туда попадет Федор Смолов. Жон Лесняк написал. Сейчас сборная России не так сильна, как на домашнем чемпионате мира. Мы должны побеждать. Но, по-моему, все это сейчас вспоминают, что, дескать, когда-то сборная России была сильна, вышла в одну четвертую, а сейчас уже не так хорошо. Ну, тут не поспоришь. Давид Колодзинский написал. Чувствую, что Ливандовский обновит рекорд результативности. Оборона сборной России была уничтожена на Евро 2020. Роберт забьет им минимум три мяча. Но посмотрим. Знаете, на самом деле, отчасти это сила сборной Польши, что у них такая суперзвезда, отчасти и слабость, потому что вся игра затачивается под одного футболиста. Марчин Кондратьюк, ну, видимо, украинец, приехавший в Польшу в каком-то поколении, пишет следующее. Единственное, что смущает, матч будет проходить в России. Наши фанаты посчитают своим долгом поехать в Россию и устроить дебош. И матч будет омрачен драками между ультрас. Будем надеяться, что обойдется без этого, хотя, учитывая дурную славу польских фанатов, наверняка они попытаются что-то сделать. Петр Лесинский написал, «Мы должны вернуться в Кремль, Москва вспомнит, кто такие шляхтичи». Знаете, учитывая то, чем закончилось для поляков пребывание в Кремле, я не думаю, что это прям такой умный комментарий. Збигнев Вильковский написал, «Сборная России сейчас – это крепкий середняк, не более того. Но и мы мало чем отличаемся. Если убрать Ливандовский и Зелинский, то мы такая же средняя команда, но лучше играть с Россией, чем с Португалией или Италией». Ну, в этом плане спорить не буду. Лучше играть с нами, чем с итальянцами. Ян Требежинский написал, «Любители истории 17 века с улыбкой смотрят на нашу четверку. Снова русские и шведы. Главное, чтобы они не устроили нам новый потоп». Ну, если кто не понял, потоп – это эпоха в польской истории, когда они, так скажем, оказались между двух огней. С одной стороны шведы, с другой стороны казаки и московское царство. И как-то их зажимали очень активно. В общем, в тот момент Польша чуть было не навернулась. Потом ее все равно разделили, но на какое-то время они смогли отбиться и даже какое-то время еще существовали как государство. Петр Ковальский написал, «Спасибо тебе, Боже!» Да, я понимаю, что русский не подарок, а шведы с чехами последние годы выступали лучше нас на крупных турнирах. Но, в принципе, мы будем считаться фаворитами против каждой из этих команд. Особенно против русских. Ну что ж, нам остается только, знаете, как-то щелкнуть по носу вот этих зазнавшихся ляхов и поставить их на место, обыграть их, и тогда все будет по красоте. А то как-то они вообще нас недооценивают совсем, по-моему. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!